Неожиданные вопросы и советы Евангелие от Луки, 14 глава, с 1 по 14 стих Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу, «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его, «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Религиозная элита пристально наблюдает за Иисусом. Несмотря на это, а может и поэтому, Он активно с ними общается, даже вкушает хлеб в доме фарисейского начальника. Когда перед Ним предстает больной человек, Иисус снова напоминает слушателям, что суббота дана человеку для сострадания и покоя, и что он господин субботы. У него есть полная власть над ней, и он полностью исцеляет больного. Пример Иисуса должен вдохновить нас состраданием, служить людям, чтобы превознести Его имя. При этом нужно понимать, что правила и обычаи могут помешать увидеть настоящую цель субботы. Помощь людям ради Божьей славы. Когда мы слепы к нужным людей и проявляем черствость тем, кому нужны мы, пренебрегаем Творцом и Совершителем субботу. Молитесь, что Бог дал вам смирение служить людям. Во времена Иисуса место человека на Перу имело огромное значение. Потому что отражало его положение и влияние. И хозяин, и гости прекрасно знали, в каком порядке кого рассаживать. Это было вопросом чести и уважения. В данном отрывке Иисус ускоряет возлежащих за столом и учит, что при выборе места нужно проявлять смирение. Этот урок актуален и для нас. Вместо того, чтобы искать себе чести, нужно жить в смирении, ожидая, что однажды нас возвысит Бог. Нужно проявлять гостеприимство, служать тем, кто не может нам отплатить, и ожидать воздаяния воскресения праведных. Ищите ли вы земной славы и воздаяния? Что это говорит о ваших приоритетах и подчиненности? Молитесь о том, чтобы служение Господу Иисусу наполнено ваше сердце довольством. Молитва, милостивый Отче, спасибо, что ты так добр ко мне. Помоги мне всегда проявлять ту же доброту к окружающим, чтобы прославить имя Твоего Сына. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...